Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я покажу, как сделать рекламный кабинет в уже созданном по инструкции бизнес-менеджере. Смотрите, мы с вами сейчас находимся в бизнес-менеджере, проверяем, что это наше название, в котором что-то ваш бизнес-менеджер, у меня стоит клиентский. Дальше мы идем в аккаунты и рекламные аккаунты. Далее мы выбираем «Добавить», «Создание нового рекламного аккаунта». Обратите внимание, очень важно вы указываете название рекламного аккаунта, его нельзя будет потом изменить. Если вы хотите списывать, чтобы бухгалтер мог списать ваши средства, я очень рекомендую сюда поставить реальное название компании. Или если вы фрилансер, частное лицо, то ваше имя, фамилию. Далее мы смотрим часовой пояс и валюту в той, в которой будет подкреплена карта. Эти два параметра изменить потом невозможно. Указываем, что это моя компания. Пишем «Создать». Компания клиента в этом смысле означает, что я делала для какого-то другого бизнес-менеджера. Это не наш случай, мы делаем для себя. Далее. Вы добавляете обязательно людей в рекламный кабинет. Вы добавляете, например, шкетолога, в этом случае я, и владельца. Дальше вы даете управление рекламными аккаунтами. Аккаунт создан. Он предлагает вам добавить платежную информацию. Вы можете это сделать сразу, либо, когда вы заходите в свой рекламный кабинет потом, он также предложит вам добавить оплату. Без оплаты запустить рекламу не получится. Оплата идет по сфактум, по открутке, но система должна иметь возможность писать средства с того источника оплаты, который вы прикрепляете. Мы указываем страну, указываем валюту, клиента по швейцарским рангам, указываем часовой пояс. Мы ставим «Далее». И смотрите, в разных кабинетах система предлагает разные способы оплаты. Здесь надо смотреть. Вот в этом кабинете очень удачно была кредитная карта, и дебетовая, то есть карта, мы могли указать данные. Либо на PayPal. Мне нравится тоже, как способ списания PayPal, очень удобно. Либо бывает, что еще убывайзунг можно поставить, банковские данные в некоторых кабинетах. В некоторых кабинетах нет PayPal, но это уже скорее редкость. Также иногда, если у вас был купон на рекламу, вы можете здесь его указать. Это возможно, это не очень удобно. Мой опыт использования купонов такой, что редко получается его открутить. Нажимаете «Далее». Я сейчас не буду нажимать, потому что я не указываю данные пока в тестовом видео. И способ оплаты добавлен. Далее хочу обратить ваше внимание. Есть такой раздел «Биллинг и платежи». Здесь мы всегда можем или внести способ оплаты, или добавить какое-то, например, ограничение. Вот здесь можно добавить способ оплаты. Обратите внимание, это рекламный кабинет, где был добавлен способ оплаты и была откручена в свое время реклама. Очень важно в этот лимит затрат аккаунта добавить лимит затрат. Здесь вот на три точки вы нажмете, и он вам предложит установить первый лимит, либо его можно сбросить, изменить или удалить. Я считаю, что это очень важное действие. И если вы работаете с кабинетом или таргетолог, в любом случае рекомендую это сделать. Продолжение следует...